здравствуйте ребята приготовьтесь пожалуйста к уроку обратите внимание на доску что у нас изображено правильно это земной шар нас спрашивают найдите синоним к слову кушать верно есть где на земле обратите внимание на стрелочку куда указывает стрелочка верно стрелочка указывает на нашу страну азербайджан какое предложение у нас получается есть на земле страна одна верно откройте пожалуйста учебник на странице 52 на странице 52 дается стихотворение есть на земле страна одна стихотворение написано азербайджанским поэтом джабиром но врузом есть на земле страна одна всегда поможет тем кому пришла беда она не прячет от беды глаза слеза другой страны ее слеза она гнездо моей мечты и свет моей любви на много-много лет есть на земле одна страна она художником великим рождена природую праматерью своей и творчеством достойных сыновей обратите внимание детки рядом с стихотворением имеется зеленая рубрика нас спрашивают а какой стране пишет поэт наверное вы все уже догадались правильно об азербайджане второй вопрос как вы понимаете последнюю строчку стихотворения обратите внимание и творчеством достойных сыновей нас спрашивают каких достойных сыновей своей родины вы знаете подумайте над этим вопросом каких достойных сыновей своей родины вы знаете например великий средневековый поэт философ и мыслитель имададдин на семи поэт и просветитель сеид азим шервани великий поэт мерзалих персабир и поэт мыслитель философ незамики андживе и многие другие соберите информацию каких еще достойных сыновей своей родины вы знаете какие ассоциации возникают у вас когда вы слышите слово родина какие из ваших представлений о родине совпали со словами поэта верно детки каждый по своему понимает слово родина а вместе мы создали емкий образ что родина это родные места родные люди дорогие воспоминания а картины описанные поэтом еще ярче подчеркивают достоинство и богатство нашей страны давайте ка с вами найдем синоним к слову секрет нечто скрываемое от других известные не всем секрет то есть верно детки тайна предмет ушедший под воду по-другому как мы можем сказать верно затонувший дворец или крепость знатные особы по-другому как скажем верно замок давайте детки теперь сформулируем тему нашего урока верно детки тайна затонувшего замка откройте страничку 53 нашего учебника окутанный легендами баиловский замок был построен в бакинской бухте в 1234 году в настоящее время он полностью находится под водой на расстоянии около 350 метров от берега замок возводился по проекту зодчего зейнаддина ибн абу рашида шервани сооружение имела вид сильно вытянутого неправильного четырехугольника эта форма по очертаниям полностью повторяла островной берег замок был окружен крепостными стенами толщиной почти два метра и имел 15 башен три из которых были круглыми а 12 полукруглыми в 1306 году в результате сильнейшего землетрясения повысился уровень каспийского моря и крепость полностью ушла под воду конце двухтысячных годов из воды показались верхние части строения археологам удалось обнаружить фундаменты девяти жилых помещений были найдены плиты с изображением людей животных растений теперь они выставляются на территории музея комплекса дворца шарваншахов обратите внимание детки рядом с текстом имеется зеленая рубрика нам говорят сколько лет простоял замок прежде чем ушел полностью под воду обратите внимание на выделенные даты в каком году был построен замок и в каком году он полностью ушел под воду для того чтобы найти сколько лет простоял замок что мы должны сделать верно детки мы должны из 1306 вычесть 1234 решите детки пример и найдите сколько лет простоял баиловский замок рядом с текстом детки также есть желтая рубрика нас спрашивают где еще в баку можно увидеть такие башни вспомните мордокянская круглая башня четырехугольная башня в романах девичья башня вычарящая и различные другие соберите информацию где еще в баку можно встретить подобные башни а теперь детки обратите внимание на стихотворение а я винительный падеж и я во всем веню не вешт зато отличников люблю для них пятерки я ловлю кого назвать во что играть готов ребятам подсказать не прочь с предлогами дружить но и без них могу прожить а я падеж предложный со мною случай сложный мне без предлогов свет не мил о ком о чем я говорил ах да нужны предлоги без них мне нет дороги пусть будет о и в и при ты их случайно не сотри тогда могу я рассказать о чем мечтать и в чем гулять как вы думаете детки о чем пойдет речь верно речь пойдет о винительном и предложенном падежах чем они похожи и чем они различаются винительный падеж отвечает на вопросы кого что куда где является второстепенным членом предложения и употребляется с предлогами в на за про через вот предложный падеж отвечает на вопросы о ком о чем также на вопрос где и тоже является второстепенным членом предложения употребляется с предлогами о о в в бон на при как вы думаете детки чем они похожи верно и винительный падеж и предложный падеж отвечают на вопрос где еще чем они похожи верно детки и существительный винительном падеже и существительные в предложенном падеже, употребляются с предлогами в, на, в, на. Например, я иду в школу, я учусь в школе. И в первом предложении, и во втором предложении стоит предлог в. Но в чем разница? Я иду куда, во что в школу? Существительное в школу стоит в винительном падеже. Во втором же предложении я учусь где, в чем, в школе. Верно, в данном случае существительная школа стоит в предложенном падеже. То есть, что получается, мои хорошие? Существительные в винительном падеже обозначают направление, куда, во что. А существительные в предложенном падеже обозначают местоположение. то есть где, на чём, в школу, в деревню, на стол, на стену, в школе, в деревне, на столе, на стене. И в первом, и во втором столбике наши существительные употребляются с одинаковыми предлогами в и на. Но обратите внимание, на какие вопросы отвечают эти существительные. В школу, куда, во что, в школу, в деревню, куда, во что, в деревню, на стол, куда, на что, на стол, на стену, куда, на что, на стену. Верно, детки? Так как эти существительные указывают на правление, на что-либо. Верно, мои хорошие. Существительные употребляются в винительном падеже. Во втором столбике в школе, где, в чём, в школе, в деревне, где, в чём, в деревне, на столе, где, на чём, на столе, на стене. Где, на чём, на стене. В данном случае существительные указывают местоположение, то есть где находится наш предмет. Верно, мои хорошие. Значит, наши существительные стоят в предложном падеже. Разберём с вами упражнение номер 108. Спешите загадку и напишите отгадку. На воде увидел ты белые цветы. Эти жители реки на ночь прячут лепестки. Рядом с загадкой даётся задание. Определите падеж выделенных существительных. Давайте-ка с вами для начала отгадаем загадку. Какие цветы появляются на воде? Как вы думаете, почему они появляются именно на ночь? Верно, детки. Это цветы кувшинки. А теперь, ребята, определим падеж выделенных слов. Какие слова у нас выделены? На воде, цветы, на ночь и лепестки. На воде. На чём? На воде. Где? На воде. Какой это падеж? Верно, мои хорошие. Это предложенный падеж. Цветы. Что? Цветы. Верно, детки. Это винительный падеж. На ночь прячут лепестки. На ночь. На что? На ночь. Верно, винительный падеж. Верно, винительный падеж. Что мы сегодня изучили на уроке? Чем винительный падеж и предложенный падеж похожи? И чем они различаются? Верно, детки. Существительные в винительном падеже отвечают на вопросы куда, во что, на что, указывают направление. А существительные в предложном падеже отвечают на вопросы где, в чём, на чём и указывают на местоположение предмета. Ребятки, наш урок подошёл к концу. Берегите себя. Носите масочки. Мойте почаще ручки. Гуляйте на свежем воздухе. До свидания. До скорых встреч. Здравствуйте, ребята. Мы с вами на уроке математики. Тема нашего урока – умножение и деление круглых чисел. Давайте вспомним, что такое круглое число. Круглое число – это число, которое заканчивается хотя бы одним нулём. А теперь посмотрим внимательно на экран. Однажды на уроке учительница, записав пример 3 умножить на 4000, спросила у ребят, какие знания помогут вычислить значение произведения. Давайте посмотрим, что же ответили ученики. Знание таблицы умножения. Правило умножения на 10, 100, 1000. Знание сочетательного свойства умножения. И знание разрядов числа. Так ответили ребята. А теперь давайте мы решим этот пример и посмотрим, правы ученики или в чём-то ошиблись. Чтобы найти произведение 3 и 4000, для этого, ребята, можно число 4000, второй множитель, представить в виде произведения 4 и 1000. То есть записать пример 3, это первый наш множитель, умножить на 4 и умножить на 1000. А затем, воспользовавшись сочетательным свойством умножения, 3 умножить на 4, мы получим 12. И 12 умножить на 1000, получится 12000. Теперь проверим, ребята, что из перечисленного учениками мы использовали. Знание таблицы умножения. Конечно, мы 3 умножали на 4. Правило умножения на 10, 100 и 1000. Да, ребята, мы использовали это правило умножения на 1000. Знание сочетательного свойства умножения. Мы его применили. Знание разрядов числа. Вот знание разрядов числа в данном примере нам не пригодилось. Но этот пример, ребята, можно решить и по-другому. Можно, ребята, 4000 представить как разрядное слагаемое. Можно, ребята, 4000 записать как 4000. И 3 умножив на 4, мы получим 12. То есть 12000. А 12000 – это 12 и 3 нуля. Что же мы использовали при решении примера этим способом? Знание таблицы умножения. Конечно, мы 3 умножили на 4. Правило умножения на 10, 100, 1000 мы не использовали. Знание сочетательного свойства умножения. Не использовали. Знание разрядов числа. То есть получается, ребята, что все ученики ответили верно. Рассмотрим следующую серию примеров. Перед нами, ребята, примеры. Четыре примера на умножение. В чем они схожи? Первый множитель – пятерка. А вот второй множитель меняется. В первом примере, ребята, это число 5. Мы знаем, 5 у 5 – 25. А как же умножить, ребята, пример? А как же найти ответ примера 5, умноженное на 50? Мы должны число 50 записать в виде 5 десятков. То есть получается пример 5 умножить на 5 десятков. 5 умножая на 5 десятков, получается 25 десятков. А 25 десятков – это число 250. 5 умножаем на 500. Что такое 500, ребята? Это 5 сотен. Так мы и запишем. 5 умножить на 5 сотен, получается 25 сотен. А 25 сотен – это число 2500. 5 умножить на 5000. Записываем, ребята, 5 умножить на 5000. 5 у 5 – 25. Получается 25 тысяч. И записываем 25 и 3 нуля – 25 тысяч. Рассмотрим следующую группу примеров. Перед нами 4 примера на деление. То есть нам нужно найти частные чисел. Первый пример – 24. Мы разделили на 4, получили 6. А если, ребята, 240 мы должны разделить на 4, то как мы поступим в этом случае? Мы можем 240 записать как 24 десятка. 24 десятка мы разделим на 4, будет 6 десятков. А 6 десятков – это число 60. В следующем примере 2400 мы запишем как 24 сотни и разделим на 4. 24 сотни разделим на 4, у нас получится 6 сотен. 6 сотен – это число 600. 24000 в следующем примере мы так и запишем, ребята. 24000 разделить на 4. 24 мы поделим на 4, будет 6000. Записываем. И записываем ответ 6000. Вот так, ребята, можно выполнить деление круглых чисел и умножение круглых чисел. А теперь перейдем к заданиям. На 47-й страничке есть задание номер 1. Давайте с ними познакомимся. Нам необходимо найти произведение. В первом примере читаем 3 умножить на 400. Для удобства решения этого примера, ребята, 400 можно представить как 4 сотни. 3 умножая на 4 сотни, получается 12 сотен. А 12 сотен – это число 1200. В следующем примере, ребята, 90000 мы умножаем на 8. 90000 – это 9 десятков тысяч. 9 умножаем на 8, получается 72 десятка тысяч. А это число 720 тысяч. Для удобства вы 9 умножаете на 8, получается 72. Записываете число 72. А далее считаете количество нулей в этом примере – 4 нуля. И записываете в конец к числу 72 – 4 нуля. Таким образом, получится число 720 тысяч. Перейдем ко второму заданию. Выберите пропущенные множители таким образом, чтобы равенство стало верным. Перед нами, ребята, первый множитель – 4, второй множитель неизвестен. Известно произведение, оно равно числу 48 тысяч. Как найти неизвестный множитель? Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известный множитель. То есть 48 тысяч разделить на 4. Для удобства, ребята, можно 48 поделить на 4. 48 поделив на 4, мы получим число 12. И припишем в конец 3 нуля. Получается 12 тысяч. В следующем примере, ребята, первый множитель равен числу 56 тысяч. Второй множитель неизвестен. И произведение равно числу 112 тысяч. Можно, ребята, найти неизвестный множитель, поделив произведение на известный множитель. А еще, ребята, можно решить по-другому. Вспомнив, какое число нужно умножить на число 56 тысяч, чтобы получилось 112 тысяч. То есть 56 умножить на какое число, чтобы получилось 112? Правильно, ребята, 56 тысяч нужно повторить два раза. Поэтому записываем пропущенную клеточку число 2. В четвертом задании говорится, произведение любого числа на 10, 100, 1000 и так далее с соответствующим количеством нулей в конце данного числа. Например, если нужно найти произведение чисел 27 и 10, то мы, ребята, переписываем число 27 и добавляем 1 0, потому что в числе 10 1 0. Или другой пример. Если нам нужно 27 умножить на 100, мы переписываем число 27 и добавляем 2 0 в конец этого числа, потому что в числе 100 2 0. Получается ответ 2700. Принимая во внимание данное правило, найдите следующее произведение. Так мы и поступим. Давайте перейдем к решению. Перед нами пример 209 умноженное на 10. Как нужно найти ответ, ребята? Нужно, еще раз напоминаю, переписать число 209 и добавить такое количество нулей, которые находятся вот в этом числе. В этом примере это число 10, то есть 1 0. Мы записываем, ребята, число 209, в конец добавляем 1 0 и читаем ответ 2090. Перейдем к следующему примеру. В этом примере нам нужно 48 умножить на 100, то есть увеличить число 48 в 100 раз. Что мы делаем? Правильно, ребята. 48 мы перепишем и добавим 2 0. Почему? Потому что в числе 100 2 0. Записываем и читаем ответ 4800. В следующем примере, ребята, нужно 25 умножить на 1000. 25 умножая на 1000, мы получаем 25000. То есть переписываем первый множитель 25 и добавляем 3 0, потому что в числе 1000 3 0. Получаем 25 тысяч. Следующий пример. 2000 мы должны умножить на 1000. И так же поступаем и в этом примере. 2000, ребята, мы переписываем, а потом добавляем в конец 3 0 и читаем ответ 2 миллиона. А оставшиеся задания на 47 страничке вы можете выполнить самостоятельно. Наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь, ребята. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами поговорим о первом уроке третьего модуля, который называется Scratch циклы. Но сначала начнем с повторения пройденного материала за второй модуль. Давайте вспомним, что такое алгоритм и, ребята, для чего используются языки программирования. Представьте, что нам необходимо, чтобы робот вскипятил воду в чайнике. Посмотрим, какой из этих алгоритмов подходит для решения этой задачи. Правильно, мы нашли вариант. Но два других алгоритма не подходят. Почему, ребятки? Потому что там нет порядка действий, правильного порядка действий. Вспомним, что такое язык программирования и для чего он нужен. Язык программирования – это набор точных команд, которые понятны компьютеру. А программа, ребята, это набор команд на языке программирования. Как вы видите, робот перемещается по лабиринту. И для него можно записать программу. Сегодня, ребятки, мы с вами обсудим тему циклические алгоритмы. Давайте разберем несколько записей алгоритмов. Что мы здесь видим? Посмотрите, пожалуйста, здесь идет повтор команд. Какие команды здесь повторяются? И сколько раз повторяется команда «шаг вперед» и повторяется она, ребятки, 4 раза. Следующий алгоритм разберем. Какая команда здесь у нас есть «шаг вперед»? Сколько раз она повторяется? Она повторяется у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз подряд. А теперь посмотрим следующий алгоритм. Здесь какая команда повторяется? Повторяется команда «шаг вперед». Сколько раз она повторяется? Считаем. 1, 2, 3. Повторяется она 3 раза подряд. И вот повторяющиеся команды, ребята, можно написать вот в таком блоке. Повтори 3 раза. И что у нас здесь повторится? Давайте посмотрим. Повтори 3 раза. Переходим по стрелочке. И повторяем какую команду? «шаг вперед». А дальше что мы делаем? Если у нас мы повторили эту команду 3 раза, выполняем команды по стрелочке влево. Команда «шаг вперед», ребятки, в этих алгоритмах выполняется несколько раз. Как же мы можем написать такую программу быстро? Мы сегодня, ребятки, научимся быстро писать программы, содержащие повтор команд. И наша сегодняшняя тема – циклические алгоритмы. Давайте посмотрим. Как вы видите, ребятки, здесь спрайт-код. Он должен дойти до крестика. Давайте просто посчитаем, сколько шагов он выполнит. Он правильно выполнит 3 шага. Видите? Раз, потом два и третий. Он дошел до крестика. А теперь давайте попробуем выполнить этот алгоритм. Что мы сюда написали вместо «шаг вперед», «шаг вперед», «шаг вперед»? Написали блоки «повторить 3 раза» команду «шаг вперед». Эти действия мы выполняем 3 раза. И спрайт-код у нас перейдет до крестика. Итак, после того, как он выполнит этот блок, что он сделает, ребята, перейдет к следующему действию. То есть дойдет до конца. Значит, что мы здесь поняли? Что мы здесь делали? Мы здесь повторяли действия. А ведь, ребята, эти повторения этих нужных действий и называются циклом. Итак, этот алгоритм, ребята, можно написать в виде программы. И это называется, ребята, циклическим алгоритмом, который содержит цикл. Как видите, здесь тоже, видите, блоки написали «повтори 3 раза», а здесь мы написали в виде программы. А теперь, ребятки, давайте роботу поможем полить все цветы. Сначала посчитаем, сколько у нас цветков. Раз, два, три, четыре. Значит, какие мы команды используем? Шаг вперед и полить цветок. Вот что у нас получилось. Мы составили блок-схему. Только некоторые команды у нас очень часто повторяются, и поэтому получился длинный алгоритм. Что же нам сделать? Для этого мы можем эти команды заменить, то есть использовать циклы. Посмотрите, что мы сделали. Шаг вперед и полить цветок. Мы объединили одинаковые команды с помощью цикла. Какие команды мы объединили? Шаг вперед и полить цветок. Две команды. И превращаем блок-схему в программу. Поместили в цикле «повтори 4 раза» две команды. Шаг вперед и полить цветок. А теперь, ребятки, перейдем к работе на платформе, к практической работе. Вы, наверное, поняли, что это инструкция, блок-схема для того, чтобы зайти на платформу. Что нам нужно сначала сделать? Запустить браузер Google Chrome, затем посмотреть, установлена ли английская раскладка на клавиатуре. Если нет, то мы ее устанавливаем. Если да, затем мы переходим в адресной строке, записываем марс.алгоритмика.ас. Затем вводим свой логин и пароль и приступаем к работе. У нас есть основные и дополнительные задания. А теперь давайте рассмотрим несколько заданий на платформе. Прочитаем первое задание. Какой символ получится, если выполнить команды блок-схемы? Для этого увеличиваем блок-схему и посмотрим. Читаем. Соедини 7 и 2, соедини 2 и 9. Какая же у нас буква получится? Соединяем их. У нас получается буква L. Правильно. Давайте рассмотрим еще несколько заданий. У нас здесь есть проект. Нужно собрать проект по образцу. Для этого читаем задание. Написать скрипт для спрайта. Посмотрим. По клику на зеленый флажок спрайт 7 раз меняет костюмы. И между ними время 0,5 секунды на каждый костюм. Посмотрите, что происходит. А теперь давайте соберем команды. Нажатием на флажок. Повторяем 7 раз. Что нужно менять? Меняем следующий костюм. И ждем 0,5. Пишем 0,5 раз. Давайте проверим. Вот что у нас получилось. Правильно, ребята. Перейдем к следующему заданию. Читаем задание. Нужно запрограммировать смену костюмов. Так, чтобы казалось, что спрайт-медведь идет. Нужно написать скрипты для спрайта-медведь. Давайте сначала посмотрим. По клику на зеленый флажок спрайт-медведь 7 раз меняет костюм. И ждет 0,2 секунды на каждый костюм. Соберем. По клику на флажок повторяем 7 раз. Следующий костюм. И ждем 0,2 секунды. А теперь проверим. Все, мы решили правильную задачу. И в конце урока, ребятки, давайте посмотрим на эту программу и ответим на следующие вопросы. Сколько раз будет выполнена команда «подпрыгнуть» и сколько раз будет выполнена команда «повернуть налево»? Я надеюсь, вы нашли 10 раз, потому что в цикле написано «повторить 10 раз». На сегодня все. Оцените, пожалуйста, как прошел наш урок. Спасибо, ребятки. До следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»!